Доброе утро! В эфире Аджуна Кришнадас. Продолжаем читать Шримад Бхагаватам с переводом и комментариями Абхай Чарнаровинда Бхактивдан С вами Шила Прабхупада Ачария-основателя международного общества Сознания Кришны Вначале хотел ответить на один вопрос который возник у одного из слушателей вчера и он задал мне вопрос что на мне за вот такая штука надета что же это означает спешу ответить эта штука называется чадр и это просто накидка и я я же всегда стараюсь ответить несколько отличным способом от общераспространенного мнения вот то есть я не буду поэтому говорить что это вот часть вайшнавской одежды что это такой предмет гардероба необходимый для того-то, того-то, того-то я отвечу проще вот смотрите предположим на вас что-то надето и это может быть футболка или рубашка или майка или ничего не надето и все эти предметы одежды они подчеркивают тело они созданы для того, чтобы подчеркивать тело например, если вы надеваете на себя футболку или там рубашку, которая хорошо сшита и она так облегает ваше тело у нее есть там воротничок там, листовичка рукава, определенные кармашки, пуговки и она должным образом приталена и все видят какое у вас хорошее красивое тело то же самое касается футболок майка и всего остального и то же самое касается распространенной среди бхакти-йогов одежды под названием курта курта это такая рубаха напоминающая русскую косовородку со стоечкой косовородка означает, что есть определенное количество такой есть разрез несколько пуговиц здесь не до самого низу как у западной рубашки и смысл у нее тот же самый это подчеркнуть форму тела но сама наша практика бхакти-йоги подразумевает, что мы подчеркиваем в нашей деятельности в нашем внешнем виде в наших взаимоотношениях не форму нашего тела а образ наших мыслей и в соответствии с этим мы стараемся преуменьшить значение этого физического тела по отношению к деятельности чтобы люди которые встречались с представителем движения сознания Кришны или движения Санкиртаны обращали в первую очередь внимание не на форму тела потому что когда люди смотрят друг на друга как на тела то и видят только лишь эти тела не видят за ними душу не видят деятельность духовную деятельность или душевную как лучше сказать то все что возникает во взаимоотношениях этих людей это вожделение и одежда предназначена чтобы повышать уровень нашего вожделения или понижать этот уровень поэтому в настоящей цивилизованной культуре люди должны носить предметы или элементы одежды которые уменьшают уровень вожделения итак когда мы надеваем курту или рубаху или футболку или майку то это все равно как пижама ночная одежда ночнушка потому что мы смотрим на человека в такой одежде в курте или в рубашке мы видим форму тела и уровень вожделения увеличивается но если мы накидываем сверху накидку или же кофту просторную или какой-то пиджак или еще что-то такое неприталенное что-то такое бесформенное скажем так в частности вот эта накидка то просто благодаря одному этому действию мы уменьшаем уровень вожделения или уровень гуна страсти который исходит от других предметов одежды поэтому так важно поэтому женщины которые практикуют бхакти-йогу носят сари юбки или же какие-то платки поэтому во всех на самом деле культурных религиозных национальных традициях всегда было принято носить какие-то накидки у женщин это платки или платок сари потому что когда женщина накидывает этот платок на голову то снижается уровень вожделения или страсти который исходит от самого нашего человеческого тела и что касается мужчин то же самое если мы просто накидываем вот такую накидку то мы покрываем это вожделение эту страсть гунный добродетель именно поэтому так важно носить подобные вещи поэтому я не сижу перед вами просто в курте курты у меня хорошие как положено со спущенными плечами приталенные красивые они подчеркивают это тело хотя тело само у меня может быть не такое уж и красивое но так или иначе и вот то что сейчас в современном исконе в современном движении сознания Кришны этому предмету вайшнавского гардероба не удивляется достаточно внимания я считаю это не очень хорошо вы можете зайти в любой наш центр и увидите что в основном мужчины носят тхоти и курту и становятся этим похожи на индийцев просто на индийцев потому что в Индии эта одежда по крайней мере до недавнего времени считалась распространенной хотя сейчас там тоже все носят брюки пиджаки рубашки туфли какие-то прически модные то есть современные мужчины в Индии стали похожи на обычных западных людей хотя женщины там большей части носят сари или пинджаби которые придают целомудрие женщинам но что касается мужчин нет и вот эта же самая западная культура проникает и в наши центры постепенно и мы это можем видеть потому что мужчины не носят вот эту накидку чадр вот а просто используют курту на праздниках даже вот и из-за этого атмосфера также нагревается гуна страсти повышается из-за этого поэтому пожалуйста запомните вот эту простую вещь такое попробуйте понять это мое такое объяснение оно не какое-то там религиозное или философское оно чисто с практической точки зрения я постарался его дать ну что ж мой ответ немножко затянулся но я считаю очень важной эту информацию надеюсь она вам пригодится сегодня утром я написал еще одну главу о тех далеких и славных временах в начале 90-х годов эта глава называется распространение книг по-новому к началу нового 94-го года все активные участники движения сознания Кришны в Кургане уже полностью определились со своими целями и задачами все оставили свои прежние дела и работы приняли руководство духовных учителей из кон и полностью посвятили себя распространению сознания Кришны на вверенной им территории мы исследовали общеустановленным правилам поднимались рано утром до 4 часов утра практиковали Бабхи-йогу читали книги Прабхупады по 1,5-2 часа ежедневно и весь день проводили в распространении этих книг или же занимались делами сопутствующими этому и только этому занятию других распоряжений сверху не поступало и нам оставалось только изобретать все новые и новые методы распространения книг широким массам в 1993 году на волне экономических преобразований как потом оказалось не вполне успешных людям на предприятиях стали регулярно задерживать зарплату а потом и практически вовсе перестали ее платить ибо ибо какая же это зарплата если работаешь ты к примеру полгода а выдают тебе зарплату за один месяц а остальное обещают выдать неизвестно когда вот и появился тогда в России оригинальный способ распространения книг книга по подписке преданные проникали в приемную директора какого-нибудь завода презентовали ему полный комплект книг про упады и уговаривали взять один естественно не бесплатно а затем предлагали следующие первое разрешить нам пройтись по цехам с такими вот комплектами и предложить всем рабочим предприятиям приобрести его под будущую зарплату и составить списки всех кто пожелал взять книги второе дать распоряжение в бухгалтерию о переводе денег на наш банковский счет сразу за все книги по этому списку третье по получению нами денег немедленно раздать рабочим книги четвертое вычесть стоимость книг из их будущей зарплаты вот такая простая в своем сумасшествии схема особенно сумасшедшим было то что бухгалтеры исправно переводили нам деньги которые почему-то у них для нас находились хотя и не находились для выплаты зарплат рабочим и распространение книг на постсоветском пространстве в результате применения этой схемы соответственно приобрело совершенно сумасшедшие масштабы люди за многие месяцы уже привыкли к тотальному отсутствию денег им было все равно как их получить тем более что перспективы получить их хоть как-то практически не было а преданные с энтузиазмом использовали эту созданную Кришну ситуацию сострадая людям конечно же ну и руководствуясь при этом формулой все что не делается к лучшему мы в Кургане тоже попробовали применить эту схему для чего я даже сделал специальный банковский счет и вот наши эмиссары разъехались по разным городам и предприятиям в предвкушении хороших результатов я же ожидал что в результате этой операции у нас появятся дополнительные средства на поддержание общего проповеднического уровня деятельности но нас ждало разочарование все наши попытки запустить этот новомодный механизм на просторах нашей необъятной Курганской области увенчались оглушительным провалом ввиду полного отсутствия всякого присутствия денежных средств на бухгалтерских счетах вообще и полного отсутствия хоть какой-то маломальской активности на самих предприятиях в частности область наша не отличалась особым богатством хотя и ходили среди народа населения упорные слухи об огромных залежах нефти и газа под нашими ногами а в условиях постсоциалистического развития российской экономики которое недалекие идеологи того времени назвали развивающимся капитализмом эти богатства вообще сошли на нет вспоминая сейчас события тех лет я понимаю что Кришна уберег нас тогда от денежного изобилия и всех тех прелестей которые с этим изобилием связаны и мягко направил нас на иной можно сказать альтернативный путь развития так вот это происходило все в те времена запомните эти истории рассказывайте их своим детям и будем читать Шримад Бхагаватам Ом намо Бхагавате Васудевая Ом намо Бхагавате Васудевая Ом намо Бхагавате Васудевая Шримад Бхагаватам песен 3 глава 20 беседы Майтреи и Ведуры тексты 47 и попробую закончить сегодня главу 53 текстом текст 47 текст 48 Дорогой Ведура Волосы выпавшие из тела Брамы превратились в змей и когда его тело со сведенными вместе руками и ногами поползло из него стали вылезать свирепые змеи и наги с раскрытыми капюшонами очень интересный процесс творения посмотрите он несколько отличается от того что мы привыкли видеть но если мы не видим чего-то это не означает что этого нет текст 49 в один прекрасный день саморожденный Брама первое живое существо во Вселенной почувствовал что цель его жизни достигнута тогда из своего ума он сотворил Ману который призванный заботиться о благодетстве Вселенной сейчас мы узнаем что означает достижение цели текст 52 наделенный самообладанием творец Вселенной даровал им свое человеческое тело увидев Ману сотворенные ранее существа полубоги Ганхарва и другие стали рукоплескать Брахме повелителю Вселенной восхищаясь его мастерством здесь очень созвучный тексту из Библии текст что мы созданы по образу и подобию Бога и хотя здесь имеется ввиду вторичный творец то есть Брама это инженер нашей Вселенной вторичный творец он был создан Кришной но он был создан Кришной по своему образу и подобию и Брама соответственно даровал Ману то есть прародителям человечества такое же как у него самого тела созданное по образу он создал тела прародителей человечества то есть мужчин и женщин которые потом населят вселенную в частности землю человеческими существами такой же как у него тело с двумя руками с двумя ногами голова туловище текст 51 из этого можно сделать вывод что те тела которые он создавал до этого те формы жизни они несколько отличались они были разнообразными текст 51 они вознесли ему молитвы о творец вселенной радостью наполнились наши сердца то что ты создал достойно всяческих похвал сотворив человека ты создал надежную основу для всех обрядов и ритуалов поэтому каждому из нас достанется своя доля даров приносимых на жертвенный алтарь это очень очень важный момент в Шримадбхагаватам сотворение человека как такового комментарий Шилапрупады о значении жертвоприношения говорится также в Бхагаватгите глава 30 стих 20 Господь подтверждает что на заре творения Брама создал Ману а вместе с ними всю систему ритуалов и жертвоприношений благословляя их Брама сказал совершайте жертвоприношения это даст вам возможность духовно развиваться постепенно осознать себя и вместе с тем наслаждаться материальным счастьем все сотворенные Брамой существа являются обусловленными душами с присущими им стремлением к господству над материальной природой жертвоприношения необходимы для того чтобы постепенно пробудить в живых существах духовное самоосознание с этого начинается жизнь во вселенной но в конечном счете цель всех жертвоприношений умилостивить верховного господа до тех пор пока человек не заслужит благосклонность верховного господа или иначе говоря пока он не осознает Кришну он не обретет счастье ни в чувственных удовольствиях ни в духовном самоосознании вот здесь очень важно немного разъяснить потому что сам сама вот эта концепция жертвоприношения она очень масштабна и за эти несколько минут мне трудно ее полностью будет раскрыть потому что этому посвящено очень много времени в разных шастрах в частности в Бхагавадгите в Шримадбхагаватам но вот само по себе слово жертвоприношение сейчас имеет вызывает в умах людей отрицательную отрицательную реакцию например когда я сам слышу это слово то у меня возникает картинка вы же знаете что мы живем на основании определенных картинок которые отложились в нашем подсознании и вот эти свои рассказы я пишу на основании вот этих картинок то есть это не что-то такое выдуманное из головы или какие-то воспоминания а это именно такие картинки фотографии так вот когда я слышу слово жертвоприношение то у меня всегда возникает одна и та же картинка это помните может быть было такое кино такая трилогия Индиана Джонс и в частности там в каком-то из этих трех серий в какой-то была такая картина что они взяли женщину привязали ее к кресту и там был такой большой сосуд чан такой большой с расплавленным золотом и вот они хотели сделать вот эти невежественные люди такие злые злоумышленники они хотели совершить такое жертвоприношение то есть опустить крест с этой живой женщиной в это расплавленное золото от чего она естественно бы там умерла очень быстро а они бы достигли каких-то своих целей и вот при слове жертвоприношение у меня всегда возникает эта картинка и я думаю что у многих 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 людей возникают какие-то подобные картины почему это произошло благодаря Голливуду и подобным кинокомпаниям потому что они растиражировали ведь задача ведь цель лидеров современной цивилизации так называемых лидеров или закулисы их называют еще тайное мировое правительство которое хотят установить новый мировой порядок их замысел состоит в том чтобы выбить у людей истинное знание чтобы выбить такую настоящую платформу из-под ног людей и так как это сделать нелегко то поэтому они используют для этого кино а также другие средства пропаганды и происходит именно так что человек видя какую-то картину и слыша слово которое прикладывается к этой картине или слово сочетание определенное у большей массы людей возникает устойчивое восприятие устойчивое понимание этого слова в соответствии с этой картиной и это называется построение парадигмы то есть парадигма это такое устойчивое восприятие которое сложилось на в результате пропаганды других людей когда мы видим какое-то действие ему присваивается определенное название то у нас это название начинает с этим действием отождествляться это называется парадигма и у большинства людей сейчас в головах огромное количество подобных парадигм в отношении таких слов как Бог Господь религия жертвоприношения и множество множество или секта или веды йога мы можем множество привести примеров таких вот парадигм то есть неверного восприятия существующего объекта или какого-то действия и вот в отношении жертвоприношения такая же парадигма есть поэтому что нам делать здесь один вариант это пытаться изменить парадигму другой вариант это исключить это слово из обихода я не вижу какого-то третьего варианта ну может быть мягко его говорить жертвоприношение не знаю от этого изменится что-то или нет вот но я например стараюсь избегать подобных слов и говорю это каким-то другим то есть присваиваю этому другой термин например благодарность потому что в действительности процедура жертвоприношения если ее выразить современным русским языком это означает произнесение слова спасибо или благодарю у нас даже к слову спасибо сейчас такое отношение кто-то там говорит спасибо чтоб тебя скосило кто-то говорит что это неполное слово поэтому я сам использую в основном слово благодарю и спасибо означает вы знаете это спаси Бог а благодарю означает дарю благо Я благодарю, то есть дарю благо. Но так или иначе, я немножко оплюкся. И вот это выражение благодарности и заложено в основе жизни этой Вселенной. И выражение благодарности, то есть вот этот вот сам процесс благодарения, то есть дарение блага, начал происходить на определенном этапе творения, когда Брама создал человека. Потому что человеческая раса или человеческая конгрегация, которая живет на среднем уровне планетных систем в нашей Вселенной, и есть та точка опоры, на которой держится наша Вселенная. Поэтому человечество невозможно уничтожить. Оно всегда существовало с самого сотворения Вселенной, и оно поддерживается высшими силами для того, чтобы механизм яги, есть вот другое еще слово жертвоприношения, это яги. Вот для того, чтобы этот механизм яги или выражение благодарности, он постоянно работал. И мы знаем, что есть противоборствующая руководству этой Вселенной сила, их называют демоны, то есть есть суры или полубоги, есть асуры, это демоны. И демоны, они или отвергают всяческие яги или всяческие жертвоприношения, или они пытаются свести на нет какое бы то ни было выражение благодарности. Ну, такова их природа. И поэтому полубоги или суры, они постоянно поддерживают во Вселенной этот принцип благодарности, а демоны постоянно пытаются свести его на нет. Потому что они считают, что выражение благодарности указывает на верховную личность, это так и есть. И если мы уничтожим само понятие благодарности во Вселенной, то мы сможем уничтожить и верховную личность, Богована Шри Кришну. Они так считают. И сможем стать полноправными хозяевами этой Вселенной. И так как на уровне человечества этот принцип благодарности поддерживается, то есть человечество является ключевым звеном для поддержания принципа благодарности, этого механизма благодарности во Вселенной, то именно за человечество постоянно идет битва между сурами и асурами. И сейчас Кали-Юга, век деградации, то есть так идет по стечению обстоятельств, так заложено в устройстве этого мира. На смену этому веку деградации придет век процветания, золотой век. Но это будет через 427 тысяч лет. Очень нескоро. И кто-то может сказать, да, перспектива не очень хорошая. И мы можем видеть, что вот это вот демоническое влияние на человеческую расу, на человеческую цивилизацию, на сообщество людей сейчас очень велико, и это правда. И у нас может создаться такое представление, что за этим и есть будущее. Что вот этот принцип благодарности, принцип уважения по отношению к старшим, все хорошее, что есть в человеке, будет сведено на нет, и все это заменит какая-то цифра, какой-то тотальный контроль. Вот демонические формы жизни, которые сейчас пытаются взять под контроль все человечество, это происходит последние 5000 лет, и очень сильно стало это развиваться последние тысячу лет. Вот эти демонические силы, асуры, они ведут человечество вот к этому тотальному контролю сейчас. к разъединению людей, к устранению всяческих взаимоотношений, теплых взаимоотношений между людьми на платформе взаимной благодарности и взаимного уважения. И они пытаются привести все человечество именно к такому состоянию, когда люди просто как механизмы вырабатывают на гора какую-то продукцию для взаимного удовлетворения, пытаются удовлетворять свои чувства за счет других, следуют законам, которые не позволяют им слишком уж удовлетворять чувства, чтобы законам, которые сдерживают вот эту вот взрывоопасную ситуацию, то есть демона не устанавливают подобные законы, потому что если просто отпустить на свободу все чувства всех людей на планете, то немедленно начнется война друг с другом. Поэтому демоны устанавливают определенные своды законов, которые позволяют им контролировать общую человеческую массу на уровне самоудовлетворения своих собственных чувств. Но для того, чтобы эти законы поддерживались, им нужна тотальная слежка, тотальный контроль, чтобы мгновенно предотвращать любые сверхусилия в отношении удовлетворения собственных чувств отдельно взятым индивидуумом. Вот им для этого это все и надо, чтобы вся вот эта вот такая хрупкая цивилизация, которую они создают, она очень хрупкая, чтобы она не взорвалась в одночасье. И поэтому мы видим, возникают кризисы каждые 10 лет, каждые 20, 30, 100 лет. Кризисы маленькие, побольше, глобальные. Потому что у них вот накапливается просто вот этот пар и в конце концов это все взрывается и выражается в войнах, в депрессиях, в экономическом спаде, после которого опять начинается рост. Вот они вот так вот это делают. В Алисахе у тебя убежало молоко. Простите. И в конце концов они заходят в тупик, потому что механизм, который запущен в этой Вселенной, он запущен не ими, а Верховной Личностью. Этот механизм – механизм благодарности, механизм взаимного уважения, взаимопомощи. И читание Махапрабху 500 лет назад, он и принес как раз вот этот механизм. И он внедрил его, начал его внедрять на территории планеты Земля. Механизм яги или выражение благодарности, который к этому времени уже был стерт, он был забыт. И сейчас этот механизм широкомасштабно распространяется. Среди людей в виде Санкиртана яги, то есть совместного пения Махамантры Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. И это торжественно шествует по миру сейчас. Мы можем видеть, что везде, во всех странах мира, кроме, может быть, самых-самых таких невежественных, где вообще за все, что угодно, отрубают голову просто или убивают, везде есть группы Харинама Санкиртаны, во всех уже крупных городах поют Харе Кришна мантру на улицах. И это и есть движение Санкиртана, это и есть будущее цивилизации, человеческой цивилизации. Этот метод яги или метод благодарения, метод выражения благодарности и взаимопомощи, взаимосотрудничества будет очень скоро восстановлен благодаря действию преданных Чайтани Махапрабу, его представителей, его слуг или его такой добровольческой, ненасильственной армии, армии Господа Чайтани. И мы участвуем сейчас в этом, мы находимся в очень интересном этапе развития человеческой цивилизации, когда все, нету дальнейшей перспективы. Вот я сколько слушаю современных ученых, философов, политиков, экономистов, я не услышал еще ни одной позитивной перспективы. Они говорят, нет перспективы. Все, что нас ждет, это цифровой концлагерь или феодализм, или рабовладельческий строй. То есть они не видят, что есть какая-то перспектива развития, они зашли в тупик. Но Чайтани Махапрубу говорит, нет, есть альтернатива. И есть у человечества очень большая перспектива. Но она раскроется тогда, когда люди примут этот метод Санкиртана Яги, совместного пения мантры «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе». Независимо от своих национальных, культурных, религиозных, социальных, возрастных, половых и иных принадлежностей, Голукера Приматхана Гаринама Санкиртана, это движение Санкиртаны снизошло из мира антиматерии, с Голуки Вриндаваны. Ему нет преград, ему нет альтернативы в этом материальном мире. И, может быть, мы будем свидетелями того, как это движение будет полностью принято. Я очень надеюсь, что я буду свидетелем, и все, кто меня смотрит сейчас, будут свидетелями торжества этого движения Санкиртаны. Давайте на этом закончим. Я сегодня что-то сильно разошелся. Не успел дочитать до конца очередную главу. Ну и ладно, завтра дочитаем. Спасибо вам за внимание.